Всем привет! В эфире «Заметка о Черкесии» и сегодня у нас книжный обзор и будем говорить о распространенном, самым известном и популярном труде по истории Черкесии, о книге историка, музейного работника из Лазаревского района, Лазаревского музея Тамары Половинки. В частности, речь пойдет о вот таком издании, большом, толстом, убийственном, большом, названием «Черкесия. Боль, моя и надежда». Сразу стоит подчеркнуть, что есть два варианта этой книги. Первая, более ранее сокращенная версия, называлась просто «Черкесия. Боль моя». Она не очень большая по размерам, раз в два меньше, 200 листов примерно. Здесь же уже более дополненное издание, дополненное огромное количество приложений и то, как я понимаю, не все они туда вошли, с фотографиями и занимает в среднем где-то около 500 с лишним страниц. Так, что в общем можно сказать по этой книге? Книга это очень обширная, на сегодняшний день, в общем-то, это очень редкое произведение, наверное, даже в какой-то мере уникальное, поскольку представляет собой наиболее полный свод, сравнительный свод источников по истории Черкесии от древнейших времен до конца двадцатого даже века, до революции практически. Как бы с точки зрения подачи материала, это не совсем книга, не совсем мнение автора, а скорее сравнительная такая книга. То есть автор здесь собирает по конкретным вопросам множество разных источников, сравнивает их, перечисляет их просто, да, делает какое-то свое краткое резюме, ну то есть автор, ты читатель сам, читающий, должен сделать какой-то свой вывод, то есть в данном случае здесь нет конкретных научных прям больших выводов по этому поводу, но вот именно сравнительная часть, позволяющая взглянуть с разных углов, с разных источников по-разному и сделать какую-то логическую, плохие логические выводы, эта книга позволяет. Вполне разумно, что большую часть книги занимает Кавказская война, поскольку наиболее огромный пласт источников относится именно к этому периоду времени. Здесь расписано буквально все по дням, то есть все источники поняты, перечислены, как бы более-менее хорошо отражены, скажем так, мнения отдельных военно-начальников, их, как бы, ход их мыслей вообще по поводу всего происходящего, ход мыслей начальства сверху, вот это развитие разного рода проектов, связанных с этими военными действиями. Все это, естественно, снабжено не просто многочисленными сравнениями, но и дополнительно еще по окончанию основного материала идут приложения, в которых именно все вот эти рапорты, письма, переписка вся приложена почти на 100 листов, тоже можно, как бы, прочитав ее отдельные для себя интересные моменты, вычленить, допустим, какие-то указания местностей, указания каких-то мыслей, ну, которые не попадаются обычно, вот просто так, в обычных открытых источниках. Ну, для меня это стала как бы настольная книга, и здесь очень много для себя заметок сделано, будущее, и вообще для работы с материалами. Здесь же представлены отдельные фотографии, касающиеся современного периода установки памятников в Черкесии, так и более ранее там сборка разных, ну, подборка разных фотографий. Здесь, кстати, отдельно еще дополнена эта книга вот этим вот, истории после Кавказской войны, так называемыми выселениями хакучей, о том, как несколько лет вот армия их преследовала в горах, русская армия этих хакучей, со всеми подробностями тоже прям по дням там расписано, сколько куда там их выселили, какие остатки все-таки остались, и как они распределились в будущем по аулам. Ну, и последующее, вот то, что обычно ускользает от внимания исследователей, это послевоенные волнения среди черкесов, о том, почему они происходили, как они выселялись, и какова была вообще российская политика имперская до самой революции в отношении именно черкесского населения, особенно западного Кавказа, то есть адыгейцев будущих. Что касается, в общем-то, того, где найти книгу, найти ее, так-то просто, я так понимаю, потому что ее, к сожалению, не распространяют массово в магазинах, ну, я, по крайней мере, ее не видел, только, может быть, специализированных там, да, можно купить там, где продаются символику адыгскую. Если будете в Лазаревском районе, то там ее можно купить, вот если в аулы заехать, в Кичмай их тот же, там можно купить ее даже в продуктовом магазине везде, и, в общем-то, эта покупка сделает доброе дело, поможет, в общем-то, автору. Мне лично ее подарил Айса Ачмизов, когда я был у него в гостях на его чайной плантации, записывали ее презентацию, экскурсии чайной. Айса Ачмизов очень помогает Тамаре Половинкиной, продает эти книги. По самому автору могу сказать так, контакты Тамары Половинкиной у меня есть. Как только я буду собираться в следующий раз в Лазаревское, я не знаю пока еще когда это будет, но будет обязательно, я с ней свяжусь, и я думаю, что она не откажет нам в такой чести записать у нее интервью. Вы можете свои вопросы оставить, какие бы вы хотели задать Тамаре в комментариях к данному видео. От себя я лишь скажу так, что задавать вопросы какие-то касательно просто истории, там, а был ли геноцид или не был там, или как происходило выселение, там, ну, то есть по исторической части, мне кажется, это немножко неразумно, потому что, в принципе, это все изложено в книге, и изложено с неоткентными сносками и комментариями, дающими нам понимание того, как она сама относится к этому вопросу. То есть все это уже изложено в книге, и как бы спрашивать повторно то же, что у нее написано в книге, ну, это бы, наверное, было не интересно. Давайте спросим все-таки что-то такого, чего нет в книжном варианте. Вот я бы хотел, например, спросить ее о том, как она пришла к тому, что она написала эту книгу, почему она именно такую тему избрала для себя, и, ну, что повлияло на нее. Вот такие моменты. Ну, как бы рассмотрю ваши вопросы и согласую. Поэтому пишите внизу ваши вопросы, оставляйте просто комментарии об этой книге, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока!